В этом видео я расскажу, что можно посеять на грядках, когда сходит снег. Первый вопрос, для чего так рано сеять? При таком раннем севе у нас есть возможность полностью использовать то, что дает природа, а именно влагу, которая содержится в это время в почве. Также при таком раннем севе мы существенно сокращаем свои трудозатраты. Начать хочу с ранней моркови. Сегодня 13 апреля и сейчас мы очень быстренько посадим морковь. На этой грядке до этого росла картошка, снег у нас чуть-чуть остался в проходах. Обычно я сажаю морковь раннюю на отдельной грядке, но в этом году тут посажены бульбочки. Тяпкой снимаем мульчу на нужной нам площади. Сняли мульчу. В некоторых местах земля не оттаяла. Вот лежит. Тут еще лед есть. У нас это мало интересует. Делаем бороздки. Здесь лед, поэтому делаем насколько это возможно. Семена моркови. Лагуна F1. Семена свежие. Годность до 2020 года. Поэтому я постараюсь посеять семечки по одной. Но насколько это получится, конечно. Морковку посеяла. Старалась делать расстояние 2-2,5 см между семенами. Не знаю, видно вам или нет. Теперь ее нужно чем-то присыпать. И для этих целей мы используем вермигрунт. Сюда же на эту грядку можно хаотично раскидать укроп, кинзу. Можно даже семена лука. Вот зола. Сейчас я чуть-чуть присыплю золой. Так, даже попробую снять. Две горсти золы. И сейчас я засыплю снегом. Я засыпала снегом. Дуги не хотят втыкаться. Где-то земля все-таки оттаяла. Особенно с этого края. А вот с этого края не очень сильно оттаяла. Поэтому они стоят на разной высоте. Но все равно постараюсь одеть укровной материал. Чтобы больше к этому не возвращаться. Итак, морковь посеяна. Остается надеяться, что у нас не будет очередного снегопада. А если и будет снегопад, то спонбонд не продавится и не лопнет. А на эту часть грядки будет посеяна поздняя морковь. И гораздо позже. Видео о дальнейшем уходе за морковью можно посмотреть по ссылке наверху. Я уже сказала, что вместе с морковью можно посеять кинзу, петрушку, укроп. И можно посеять лук с семенами. Большая луковица, конечно, не вырастет. Но на зелень. Да и от морковной мухи помогает. Если вы посеете укроп и кинзу, то это не будет самой ранней зеленью. Это будет по времени уже второй урожай. Если хотите и третий, то зелень можно посеять в позднюю морковь. Но за процессом нужно следить обязательно. Зелень растет очень быстро и морковке не хватает света. Зелень нужно обязательно вовремя убрать с грядки. Иначе морковки не будет. Если нужно оставить укроп на зонтике для получения семян, то это можно сделать. Но нужно оборвать снизу все листочки у укропа. Укроп поднимется очень высоко. Его стебли без листочков не будут мешать росту моркови. И морковка вырастет, и семена успеют созреть. У кого есть теплица, что мы можем посадить сейчас в теплицу? Салат, шпинат, кинзу, укроп. И это будет самая ранняя зелень. Первый урожай. Также мы можем посадить в теплицу редиску. Друзья, вы знаете, что одна теплица у меня идет под замену. Поэтому я ничего из перечисленного в этом году не сажала и не буду. Ведь мне придется во второй теплице что-то посадить, а между уже посаженными растениями держать остальную рассаду. Вот такой форс-мажор. Но у меня есть старые съемки. Поверьте, ничего не меняется. Посадка зелени и редиса. Я буду использовать съемку прошлого года. Зелень я всегда сажаю у стенки теплицы, в край грядки. Редис наоборот, у прохода. Редис будет съеден гораздо раньше, так как растет очень быстро. Три недели и урожай нужно убрать. В середине грядки мульча. Позднее я, отодвинув мульчу, посажу перцы или баклажаны. Обратите внимание, что в проходе стоит вода. Вот сюда я посеяла кориандр, укроп и редиску. Сейчас засыплю снегом. Вот засыпала снегом. Но больше ничего не делаем. Снега у нас много. Зелень, растущая у стены, потихоньку идет на еду. Расти перцем она пока не мешает. Грядка уже замульчирована свежей травой. А редиску уже съели. Искала кадры с уборкой урожая, но не нашла. Случайно остались хвостики редиски. Держать долго зелень на грядке тоже нельзя. Она уже мешает перцам. А через некоторое время будет уборка зелени, что растет в грядке с ранней морковью. Салат и шпинат. Можно посеять также в край грядки. Можно посеять по всей площади грядки. Всегда есть варианты. На этом фото салат и шпинат, посеянные в три ряда на узкой грядке. Далее тут будут расти дыни. Потом основной культурой. Вот все взошло и растет. Уже постоянно едим и отдаем соседям. Стебли еще не жесткие, а салат еще не горький. Теперь я хочу обратить ваше внимание. Сажаем дыню. Много места ей не нужно. Чтобы освободить ей площадь, выдернули пучок шпината. Теперь салат становится несъедобным. И его можно рассматривать как сидират. А в это время на соседней грядке те же дыни растут под мульчой. Без салата и сидиратов. А теперь к вопросу сева сидиратов весной. И посадки между ними основной культуры. Это отрывок из уже давно опубликованного видео. Сравните рост растения под мульчой и рост вместе с салатом. Который можно представить как сидират. В статье я рассказывала о дынях как о второй культуре. Перед дынями рос салат и шпинат. Вот теперь они убраны и тут растут дыни. Вот остался еще маленький кустик салата. В общем-то дыни себя неплохо чувствуют. А теперь мы сравним с дынями, которые были изначально замульчированы травой. Вот такие дыни. Вот вторая дыня. Здесь уже несколько слоев травы. Вот такая разница. Ну в общем нужно выбирать, что более важно. Кстати, возможно внимательный зритель обратил внимание на цвет травы. Почему она такого цвета? Да, это была закладка горячей травы. Кто не смотрел видео о горячей траве, посмотрите по ссылке наверху. А как сажать зелень? Каждый выбирает сам. Наверное, я уже ответила на вопрос, когда сажать дыню на рассаду. Что еще мы можем посеять? Капусту раннюю и цветную. Брокколи и брюссельскую капусту я не сею. В прошлом году было видео о выращивании цветной и ранней капусты. Я показывала, как я ее сею. Капусту сеем в теплице ранней весной. Верхний слой грунта к тому времени растаял. Чтобы было удобнее позже выкапывать рассаду и чтобы вода под растениями поменьше испарялась, используем коробку от трех десятков яиц с прорезанными отверстиями, которую вдавливаем в грунт и сеем по одной семечке в каждую ячейку. Делаем мы это, когда еще не весь снег растаял и его недалеко таскать в теплицу. Засыпаем грядку снегом. Через неделю-две, в зависимости от погоды, снег растает. Ищем кусок льда или слежавшегося снега на северной стороне дома и кладем на коробку. Полив обеспечен еще минимум на неделю. Нет льда? Поливаем. Капуста взошла. В этом году настоящих листиков нет, как видите. Обычно к этому времени у капусты от одного до трех настоящих листиков. Вот такую капусту я посадила. Такую рассаду можно запросто вырастить дома. И вот такой урожай у меня вырос. Случайный опыт показал, что часть работы, то есть посадку капусты под снег, можно исключить, а посадить семена дома и сразу высадить в грунт. То же самое и с ранней капустой. Вот такая рассада высажена в грунт. Вот такой урожай получаем. Поэтому в ближайшее время посею капусту в кассеты. А как взойдет, сразу высажу в грунт. Что касается пекинской капусты, то она часто уходит в цвет. Это 2014 год. Из теплицы я ее даже не пересаживала. Я могу ошибаться, но мне кажется, что в цвет она уходит при холодной весне. А вот если весной ночи теплые, то она не цветет. Поздняя капуста вообще без проблем. Рассада выросла в теплице, но в контейнере. Такая рассада. А вот урожай. Полное видео о выращивании разной капусты, от семян до урожая, можно посмотреть тут. Видео о выращивании ранней и поздней моркови, от семян до урожая, огурцами, дынями и прививками займемся в следующем видео, которое будет в четверг. Всем хороших урожаев! С вами была Наталья Сморчкова. Канал и сайт ВОГОРОДЕ ПРО. Канал и сайт ВОГОРОДЕ ПРО. Продолжение следует...